Вы наверняка слышали, что при увеличении скорости движения тела его линейные размеры уменьшаются, и чем больше увеличивается скорость движения этого тела, тем меньше или короче она становится. В физике это называется Лоренцевым сжатием. Но все это, конечно, здорово, но если попробовать проанализировать, что именно происходит с материей, что именно там сжимается, вопросов появляется значительно больше, чем ответов. Сами по себе Лоренцевое преобразование это такой механизм, который позволяет учитывать различные специфические эффекты, которые появляются при достижении угла сольтовых скоростей. Эти эффекты проявляются в самых разных интересных явлениях. Меня, как материаловеда, как человек, который занимался разработкой материалов, в первую очередь интересует, что вообще может происходить с материей в тот момент, когда происходит Лоренцевое сжатие. Вообще все эти штуки относятся к релятивисту, с близким фокусом. Сами физики к релятивистам относятся, ну, я не скажу, что прямо очень хорошо, и релятивистская физика это чуть ли не отдельное направление. Это направление держится на том, что, вот как мы с вами сказали, происходят различные метаморфозы при увеличении скорости движения, и эти метаморфозы влияют на то, что происходит вокруг нас, и, возможно, влияют на саму материальную систему. О постоянстве скорости света заговорил еще Максвелл при разработке своих знаменитых уравнений, и уже там предполагалось, что максимальная скорость, которая будет во Вселенной, это скорость света или скорость электромагнитной волны, которая на тот момент сопоставлялась со скоростью света. С тех пор, в общем-то, ничего не изменилось, но преобразования Лоренца появились еще до того, как Эйнштейн заговорил о теории относительности. И вот очень часто эти преобразования тоже сопоставляют теорию относительности, но на самом деле это не совсем так. Относительность Эйнштейна – это, скажем так, узкий фрагмент, узкий участок, на котором обсуждаются не совсем-таки те моменты, о которых говорят Лоренцевы преобразования. Ну а сами Лоренцевы преобразования, дай бог, если я правильно все это упрощу, связаны напрямую с тем, что нужно было сохранить постоянство скорости света. А как сделать так, чтобы скорость света всегда сохранялась постоянной и максимальной во всех системах отсчета? Ну как? Ну, взять ее абсолютно и относительно ее все остальное посчитать. Поэтому, когда мы говорим про Лоренцевы сжатия, мы в первую очередь должны понимать, что это в некоторой степени костыль, который помогает не совсем-таки устойчивой теории крепко стоять на ногах. Ну и как крепко? Тоже вопросов много, и тоже сами по себе эти Лоренцевы преобразования не являются какой-то фанацеей. Но об этом сейчас не будем. Вы наверняка видели картинку, где при увеличении скорости движения какая-нибудь гоночная машина вот из такой длины стала вот такая. Или где нарисована шкала ракет, которые летят с разной скоростью, и шкала этих ракет показывает, что ракеты уменьшаются с увеличением скорости движения. И вот как вообще может на эту материю реагировать? Что там может происходить? На мой взгляд, само по себе вот такое вот формирование этих поясняющих изображений, сама по себе эта инфографика вводит читателя в абсолютный тупик. Именно по этой причине Лоренцевское сжатие воспринимается как некоторая реально существующая физическая аномалия, которая соответствует некоторому физическому процессу. Говоря понятным языком, когда мы видим на инфографике, что какая-то гоночная машина вдруг из такого размера стала вот такой и сжалась вдоль продольной оси, то мы подсознательно пытаемся примерить на этот объект эти свойства. На самом деле все значительно сложнее и проще одновременно. Лоренцевое сжатие это математический механизм, который, как мы сказали, помогает теории как-то устоять на ногах. И когда я собирал информацию для того, чтобы подготовить материал для этого ролика, я тоже обнаружил самые разные взгляды на эту проблему. И в общем-то, как бы это странно мне показалось, я нашел совершенно противоположные взгляды на вопрос. И в общем-то, я думаю, вы догадываетесь, какие-то взгляды. Исходя из первого представления, Лоренцевое сжатие соответствует реальному материальному процессу, при котором объект сжимается, а согласно второму представлению о проблеме, Лоренцевое сжатие подразумевает под собой только расчетный механизм, который позволяет скорости света оставаться максимальной и постоянной при движении на околосветовых скоростях. И наверняка вы хотите сказать, что а почему бы кому-то не взять и не измерить это Лоренцевое сжатие на практике. И вот тут очень интересно. Согласно все той же теории относительности, инерциальные системы отсчета равноправны. И каждое тело, грубо говоря, существует в своей инерциальной системе отсчета. Это говорит о том, что Лоренцевое сжатие мы можем наблюдать только из разных систем отсчета. Для того, чтобы измерить это Лоренцевское сжатие, нам необходимо находиться в разных системах отсчета, а каким образом применить инструмент для измерения из одной системы в другую совершенно непонятно. Потому что согласно представлениям об этом сжатии, как раз таки, когда мы находимся в разных системах, оно и наблюдается, оно и имеет место быть. При всем при этом, если мы окажемся с измерительным инструментом в одной системе отсчета с объектом, который перемещается с большой скоростью, то мы будем сжиматься вместе с ним. И вот тут оказывается пропасть, которая, как часто бывает в теоретической физике, говорит только об одном. Измерить Лоренцево сжатие стандартными механизмами просто невозможно. Мы не можем взять линейку и измерить какое-то тело и его сокращение длины, потому что мы находимся с этим телом в одной системе отсчета. Интересно тут отметить, что когда Лоренц описывал эти различные сокращения в своих собственных статьях, он частенько упоминал, что сравнивать такое сокращение длины с оптическими эффектами не совсем-таки корректно. Честно говоря, для меня пока не совсем понятно, почему это некорректно, поскольку как раз-таки сокращение оптические здесь подходит наилучшим образом. Возьмите классические примеры с школьной физики, когда с помощью линзы мы можем проецировать изображение на какой-то экран, и мы можем добиться такого эффекта, чтобы изображение уменьшилось. Ну, собственно, фотоаппарат, собственно, камера в телефоне, любые другие штуки, они позволяют то изображение уменьшать, переносить на осветочувствительный слой. И на мой взгляд, самый простой способ описать такие преобразования, это сравнить происходящее с изменениями в оптической сфере. Парадоксально и другое. В некоторых трудах Уордс упоминал, что не исключено реальное изменение размера материи. И когда мы с вами представляем, что ускоряющаяся ракета сжимается, а заодно и сжимает всё живое, что находится внутри, как бы это жутко не звучало и какой бы из этого гидравлический пресс не получался, Уорренс эту теорию, в принципе, ну не скажу, что поддерживает, но про неё упоминает. Правда, рассматривается она немножко в другом ключе, и логика тут сопоставима с той логикой, которая существует при увеличении размера Вселенной. Помните тот самый великолепный пример про воздушный шарик, на котором нарисована координатная сетка. Если надувается воздушный шарик, то координатная сетка увеличивается, шарик увеличивается, а сами точки остаются неизменными. Вот в одной из статей было предположение о том, что вроде как материальные объекты уменьшаются и увеличиваются, но происходит это именно в рамках межатомных и межэлектронных расстояний. Расстояние между частичками в таких объектах изменяется, при увеличении скорости оно действительно сокращается, но при этом сами атомы остаются неизменными. Что же, поскольку я не нашел ни одного объективного описания того, что происходит с материей в момент Оренсова сжатия, я позволю себе выдвинуть некоторую собственную гипотезу, основанную на вот этом вот проанализированном материале. Что же происходит с материей, когда наблюдается Оренсова сжатие? На самом деле я склоняюсь к тому, что никакого реального сжатия здесь не существует. существует ряд систем отсчета, существуют разные объекты, которые взаимодействуют в этих системах отсчета, и существует взаимодействие объектов в разных системах отсчета. Дальше все очень просто. Достаточно вспомнить примеры, которые Эйнштейн описывал когда-то в своих статьях про молнию и поезд. Это можно сильно упростить. Вот представьте себе, что вы стоите на платформе, ждете поезда, и тут мимо пролетел поезд без остановки. Вот если вы попробуете каким-то чудом измерить длину поезда, скорее всего вам покажется, что поезд, который пролетел мимо, на самом деле короче, чем поезд, который приезжает, когда останавливается на станции. Это чисто субъективный эффект, но тем не менее в рассуждениях про Лоренцево сжатие используется именно такая логика. Логика страшная, не совсем понятная, может быть даже в какой-то степени кажется глупой, но она неизбежна при стремлении сохранить неизменную скорость света. Вот и получается, что есть две разных системы отчета, они как-то дезориентированы, они как-то взаимодействуют друг с другом непонятно как. И дальше из системы отчета на Земле мы смотрим на систему отчета, где где-то далеко летит какой-то космический корабль. Исходя из нашей системы отчета, еще и исходя из того, что та система отчета может быть как-то дезориентирована относительно нашей, может показаться, что при увеличении скорости движения этого корабля, он начинает умешаться в размере. Это совершенно нормальный эффект, даже несмотря на то, что мы чуть выше сказали про несопоставимость оптики, оптических явлений и эффектов, и явления Орнцева сжатия. Тем не менее, это неизбежно при описании пространства как некоторые объемные модели, имеющие некоторые направляющие, имеющие некоторую размерность. И вот и получается, что когда мы смотрим из одной системы отсчета на другую движущуюся систему отсчета, мы видим, что объект изменился. При таком раскладе получается, что все вот эти вот фантастические явления, которые прилипают к этому несчастному преобразованию Лоренца, просто стираются одной этой фразой. По факту мы можем сказать только одно. Лоренцеву преобразование есть хитрые математические манипуляции, ориентированные на то, чтобы каким-то образом подвязать эту несчастную скорость света к существующей физике и сохранить эту скорость света постоянной. Поэтому, когда мы с вами говорим про изменения, физическое изменение размеров тела при сжатии, это все-таки не совсем корректно. И когда говорят про вот эти вот совершенно невероятные, фантастические и даже мистические эффекты, что космонавтов раздавила ракета и про увеличение скорости ее движения, ну, к счастью, таких случаев не было, но мы таких скоростей достичь не можем. Но, тем не менее, про это иногда там можно найти какую-нибудь научно-популярную стативу, и там вот такие вот страсти-мордасти будут написаны. Все это будет буквально таки фантазией. Единственное, что здесь может, по всей видимости, происходить, это изменение размера объекта вместе с изменением пространства, в котором он находится. Можно ли сюда привязать Лоренцева сжатия или нет, я до конца сам не понимаю, но предполагаю, что в принципе можно. В таком случае мы вправе рассматривать этот объект как Вселенную, которая постоянно расширяется. Когда Вселенная расширяется, как мы уже сказали, некоторая координатная сетка на воздушном шарике расползается, и расстояние между точками увеличивается. С учетом того, что, по сути, материя – это математическая модель чего-то непонятно чего, она тоже может вот так вот увеличиваться в размерах. Подобно воздушному шарику и подобно Вселенной, которая тоже растет. Ну и спасибо вам за внимание. Обязательно подписывайтесь на проект, если еще не сделали этого до сих пор. Очень прошу вас подписаться на телеграм-канал Произобретение. Мне очень нужно набрать там 2000 подписчиков, и ваша подписка будет очень хорошей помощью для проекта. Кроме того, можно поддержать проект на Boosty. На Boosty же можно почитать фрагменты книги моей новой, которую я сейчас пытаюсь потихонечку делать. Ну и подписываемся на основе телеграм-канал Проекта, там очень много чего интересного, и подписываемся на остальные социальные ресурсы. Всем спасибо, всем до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok